В канавках по бокам Банковской улицы вода с сизым налётом. Чувствуется и соответствующий запах. Глава Одинцовского округа спешит на встречу с инициативной группой лесного городка. Проблема серьёзная. У нас нет центральной канализации. И поэтому у нас по дорогам льётся эта канализация. И просто уже невозможная экология. У нас просто гибнет растительность, животный мир. И сами мы тоже пьём воду уже не из колодцев, а покупную. В посёлке 650 домовладений. Центральной канализации здесь никогда не было. Люди пользуются септиками или выгребной ямой. На одном из участков разместился дом престарелых. Отсюда ведётся незаконный слив продуктов жизнедеятельности, которые попадают на улицу. На соседней улице, где братская могила, сделали реконструкцию. И закопали трубу. И фактически вот это всё выходит на асфальт, льётся потоком. Круглый год зимой это налить вот такая. А у нас зимой даже морозки. Затраты на строительство насосных станций и проведение канализации, по оценкам экспертов, составят порядка 400-500 миллионов рублей. Жители уже собрали пакет документов для подачи заявок на техническое присоединение. Андрей Иванов пообещал в ближайшее время приступить к решению проблемы. Понятно, что проблема большая и больших денег сейчас это будет стоить. Но надо начинать потихоньку. Давайте хотя бы по-другому. Мы вас умоляем. Мы вас очень просим. В любом случае, да, будем разбивать по улицам, по кварталам, потому что сразу всё не потянуть. Также жители посетовали главе муниципалитета на отсутствие организованной площадки для мусора. Приходится очень далеко за два километра носить нам мусор в пакетах. У нас пожилые люди, и это очень сложно всё. Обсудили дороги, чтобы нам пешеходную дорожку сделать в посёлке. По итогам диалога было решено провести ещё одну встречу с инициативной группой уже в администрации и представить жителям дорожную карту реализации проекта. Теперь старожилы посёлка надеются на скорейшее решение своих проблем.